Юлий Несневич Экономические итоги Первый час был веселый Я Не отходя от кассы Значит 2015 год Юлий Тович, для меня лично Как человек, который занимается политическим анализом Стал годом сплошного Сюрреализма Я это произношу без пафоса Я каждый раз практически В ежедневном режиме надеялся Что разум победит Что невозможно находиться В этом бессознательном дурном состоянии Причем я вам честно скажу Я подбираю сейчас слова Чтобы крепче не сказать Но каждый практический день Я вновь получаю информационные сообщения Которые подтверждают обратное И буквально накануне Перед нашей с вами встречей Что я вижу Официальное сообщение От Министерства промышленности и торговли Которое предложило Сажать за контрабанду одежды На срок до 12 лет Юрий Анатольевич Я вчера, когда Поздно вечером это уже было Увидел это сообщение Я не поверил Минпромторг Внимание, господа слушатели Потому что Юрий Анатольевич Это знает об этом Вдруг кто из вас еще не в курсе Минпромторг Разработал законопроект Об ужесточении наказания За контрабанду товаров Легкой промышленности Привет, фарцовщики За нелегальный провоз Одежды и обуви На сумму свыше 250 тысяч рублей Предложено лишать свободы Сроком до 12 лет У меня все на самом деле Вот на этом политические итоги 15-го года можно подвести Но это мой взгляд Может быть мой визави С этим не согласен Понимаете, Юрий, тут на самом деле Проблема не столько в сюрреализме Абсурде Хотя, конечно, вот такого типа Предложения их за этот год Действительно было безумно много Их тут всех не упомнишь Но тут просто шквал шел Какого-то Моразма, извините Юрий, я прошу прощения Но ладно там, когда Чудачут Господа депутаты Или сенаторы Хотя и это тоже А чем правительство лучше? А чем, собственно говоря, оно лучше? Понимаете? Но на самом деле Во всей этой истории Есть, к сожалению На мой взгляд Одна очень серьезная И понятная подоплека Вот я уже давно Мне подводилось выступать Я всегда призываю всех Вернуться На 70-ю юбилейную Ассамблею ООН И даже идет разговор Не о том, кто прав, а кто виноват А просто послушать две речи С одной стороны президент Путин А с другой стороны президент Обама Как бы мы к тому другому не относились Я бы еще добавил третью речь С Синь Цзиньпинем Нет, мне сейчас объясню Почему эти две Потому что из этих двух речей Стало понятно Абсолютно понятно Что просто Это наша страна И весь островый мир Разделяет разные ценности Вот обратите внимание Они шли по тем же точкам Абсолютно по тем же Так сказать Вот В истории за этот И за предыдущий год Только у президента Путина Что стояло во главе? Государство Что стояло у Обамы Как бы к нему не относиться? Человек И вот это ключевая проблема И дальше Когда у вас Основной как бы мотив Развития этого государства Какой замечательный Тогда может простить И быть любой маразм Я бы сказала Не государство и человек А частное и общественное Нет, нет, нет Или все-таки считаете Что человек? Нет С точки зрения профессиональной Это государство и человек Это совершенно разные Парадигмы развития Тем более что Если мы вернемся Как бы в наше государство То в нашем государстве Вообще нету проекта развития Просто он не существует Я всегда задаю вопрос Ребят А мы куда идем? У нас есть какой-нибудь план? А что есть? А что есть? А у нас есть только одно Мы играемся термином Государство и легальная власть И оправдываем легальную власть Потому что она единственная Может сохранить государство Точка И вот это основная задача А дальше идет реплика Кто если не Путин? Вот есть Это же подмена понятия Это она абсолютно автоматическая Более того Мы недавно Я тут занимался анализом И скажем так Для всех авторитарных режимов Которые сохранились На нашей небольшой планете Для них очень характерно Что основной тезис Завуалированный В разные формы Это государство Для всех Для всех государств Которые придерживаются Другой точки зрения У них в основе лежит человек Его права и свободы Как бы они Не Так сказать Тут же начинают возражать Это все фантазия Да конечно в чистом виде Нет Но самое главное Что является ценностью Поэтому договориться Не имея общих ценностей Практически невозможно Понимаете И отсюда дальше Вот эти все игры Вот представьте себе Отсюда законопроект Минтрум Законопроект Отсюда скажу даже Более страшную вещь Вот если мы говорим О нашей безопасности Которую охраняют МВД и все прочее Они не наши с вами Безопасности охраняют У них в башке заложено Еще с советских времен Что они защищают государство От жуликов и воров А вот понимаете В чем принципиальная разница Вы защищаете государство Или вы защищаете человека И совершенно разные Будут позиции Использование там Запрещенных приемов И так далее Вот Но этот год Стал знаменателен Еще одним высказыванием Нет Путина Нет России Ну это понимаете Я к этому отношусь спокойно Потому что на мой взгляд Это миф На самом деле Очень большой миф И я давно доказываю Что у нас Как бы пытаются построить Такую конструкцию Что у нас есть Царь-батюшка Остальные Он хороший Остальные все плохие А вы считаете Что именно такую конструкцию Нет абсолютно Я как раз считаю Что у нас на самом деле Это пропагандистская конструкция На самом деле Она совершенно другая Простите Но Путин не управляет страной Это миф Это такая крошка цахис На самом деле Есть люди существенно Более влиятельные Например Что? Например Значит я вам Я сейчас не буду Называть фамилии Но я вам приведу один пример У нас Господин Путин откуда? Его отрасль Подноготный Комитет государственной безопасности Среди людей В погонах Существует Одна очень жесткая Иерархия Иерархия чинов И она продолжается И на службе И после службы И так далее Кто господин Путин? Подполковник А там ставят люди С генеральскими званиями Он мог стать Генералом? Он отказался? Это уже было потом Это уже не играет роль У них же Понимаете Это четко выстроенная Иерархия Она будет существовать всегда Хоть вы ему Фельдмаршалу То есть вы искренне убеждены В том что в стране Есть более влиятельные люди Чем президент Путин? Я считаю что страной Управляет группа товарищей А не президент Путин Я вам приведу другой пример Вы все прекрасно его Помните был такой Замечательный министр социального развития Господин Зурабов Если вы помните Да конечно Вокруг которого Чего только не происходило Семь лет человек Присидел В правительстве И Путин его не мог убрать Не мог Если бы у нас был Царь-батюшка Этого Зурабов Завтра бы не было Причем Все бы на этом Получили свои дивиденды Вот наконец Царь-батюшка Расправился С известным человеком Который всех не устраивает Не происходит этого Вот смотрите Еще одна тема Которая безусловно Доминировала Она хоть и экономическая Но на самом деле В стране Где произошло Фактическое О государствлении Вот это трудно Произносимое слово Да Экономики Это безусловно Вопрос политики Здесь две реперные точки Они безусловно Из новостей Вот буквально Этих суток Но Я предлагаю поговорить Об этом более подробно И расширенно Пункт первый Эксперты агентства Блумберг Вот буквально Опубликовали эти данные Да Жестко раскритиковали Президента Путина За управление Экономикой России Более того Там конечно Если посмотреть цифры Они ужасающие С точки зрения Имиджа Главы государства Агентство Блумберг Опросило экспертов Поставить российским Политикам Там не только Путин Участвовал Оценки за управление Экономикой И самые низкие Оценки Аналитики Дали президенту Путину Премьеру Медведеву Собственно кабинету Министров Отдельно Выделяется Пул Министр финансов Министр экономического Развития И глава Центробанка Ну я вижу то Что вы улыбаетесь И в этой связи У меня вполне Конечно закономерный вопрос Вот уже как неделю На самом деле У меня эта информация Была раньше А вчера Резко вновь Обострился этот вопрос Обострился в том плане По Алексею Кудрину Что он все таки Возвращается Вроде как А вот Мое убеждение Юрий Анатольевич Это хорошая новость Если реально Кудрин возвращается Потому что На мой взгляд Я не могу Залезть в голову Ни Кудрина Ни Путина Ни Медведева И так далее Но Возвращение Алексея Анатольевича Это скорее всего На определенных условиях Какие могут быть Определенные условия Условия Которые Когда ты Делегируешь Часть полномочий По управлению Финансовыми Экономикой Вот что вы скажете Мне кажется Что во первых Вы тут как бы Все на самом деле Идеализируете Так Потому что Давайте вспомним Что господин Кудрин В течение Если мне память не изменяет Восьми лет Был в правительстве И что Он что нибудь Выдающееся совершил За эти восемь лет Кубышка Кубышка Ну максимум Кубышка Кубышка Ну неплохо Полтриллиона Прошу прощения Это обычная Как бы Идея Бухгалтера Из Санкт-Петербургской мэрии Там другой идеи За этим не стоит Любой бухгалтер Вам скажет Что нужна кубышка Это как бы не новость Но при этом Экономика не развивалась Восемь лет И Кудрин был Одним из руководителей Экономического блока Правительства Опять же Зависело ли это Только от Кудрина Или еще От какого-то другого блока Понимаете В чем дело У нас вот такая Любимая игра Вот обратите внимание Все Левые оппозиционеры Они все время говорят Не у нас царь хороший У нас вот экономический блок Плавительство Плохой либерал Надо их убрать И все будет по-другому Извините Это одна крайность Я бы так сказал Нет Ну это специально Есть такая крайность Другой крайности Кстати нету Я глубоко убежден Что из людей Которые в общем Довольно трезво Оценивают ситуацию Никто не радуется И не назовет этот блок Либеральным Потому что это миф Такой абсолютный миф Понимаете Это скорее уж Какие-нибудь монетаристы Но это к либерализму Мягко говоря Не имеет никакого отношения Давайте вы просто Нормально Чтобы все понимали Это такие Маркеры Абсолютно мифологические Вопрос в другом Все эти люди Не играют в одной команде Это не команда В этом проблема Управления экономикой Нельзя управлять экономикой Когда каждый Перетягивает одеяло на себя Кто их назначает С подачи Вот тех самых Генералов Назначает Господин Путин То есть вы Считаете Что возвращение Кудрина Не сыграет Это звонок О том что наступает Полная катастрофа Попытка вернуть Человека В ту же реку Особенно Такую какую-то Говорит о том Что в экономике Грядет полный Разлад И попытка найти Человека Который якобы Что-то сможет сделать Глубоко убереден Что сделать ничего Господин Кудрин Не сможет По причине А по причине Очень простой Наконец Экономисты Условно Я не буду их называть Либеральными Те которые Стоят техническими Профессионалами Они поняли Одну ключевую вещь Что не бывает Экономики без политики Вот не бывает Нельзя Реформировать экономику В определенных Политических ситуациях Нельзя А вот Политическую систему Никто реформирует Не собирается У меня сразу В памяти Всплывает Южная Корея Где Был Фактически Авторитарнейший Причем Разный Диктаторы Приходили Вертикально Интегрированные Компании Ну мы собственно С вами прекрасно Понимаем о чем Идет речь Получилось Нет Отвечаю на вопрос Вообще в истории Вот это тоже Такой замечательный миф Так называемый Авторитарной Модернизации Вот у нас с вами На планете На сегодняшний день Существует 193 государства Тут не нужна Никакая статистика Попыток Авторитарной Модернизации Было всего 5 Сразу Отнесите эти цифры Значит Какие это страны Это Тайвань Это Это Южная Корея Это Чили Это Китай И это Сингапур Значит Действительно Самой удачной Действительно Удачной Модернизацией Был только Сингапур Потому что Южная Корея Если вы внимательно Посмотрите Там действительно Сменялись диктаторы Но почему они сменялись Потому что страна Погрязала в коррупции А это не называется Экономический эффект И только после того Как последнего Президента Посадили за коррупцию Страна стала нормально Развиваться Почему это удалось В Сингапуре И не удалось Сингапур особая история Значит Сингапур Вот представьте себе Такой маленький остров Государства 5 миллионов человек Всего населения И приходит человек Это уникальный случай В истории Это как раз О роли человека В истории одного государства Абсолютно готовый Положить свою жизнь Ради двух идей Сделать из абсолютно Отсталой Коррумпированной стороны Одну из самых Развивающихся И неком Коррумпированных Какие методы он там Привлекал Это тоже отдельный разговор Но он эту задачу решал Вот повторить этот эксперимент Нельзя Это не модель Это как раз Уникальный случай И сегодня У меня например Есть один Очень серьезный вопрос Вот сейчас Ушел из жизни Лик Ван Ю Вместо него сидит Его сын Там с Американским А сохранится ли Наследие Лик Ван Ю Способна ли эта система Функционировать Когда ушел ее стержень Это же не система Которая самоадаптируется Это система построена На жестком уровне Вот смотрите В 2008 году Я постоянно цитирую эту фразу Егор Гайдар Мне лично сказал Что жизнь его Он не произнес фамилию Президента Тогда он был премьером Да Заставит провести Институциональные Структурные реформы Прошло 7 лет Ничего не изменилось Но Я Понимаете Я пытаюсь найти логику И здравый смысл Во всем происходящем Юлия Анатольевич Человек 15 лет Фактически управляет 16 Да Уже В два раза больше Чем президент Он думает Он размышляет И почти как Брердев Обратите внимание Брердев был 17 лет Есть такое дело Да И приходит к выводу Что действительно Ту модель Которую он создал Она мягко говоря Неэффективна Почему мы отказываем Человеку в праве Ее изменить Значит во первых Почему он не может Стать стержнем Новой системе Значит во первых Я вам отвечу на вопрос Никакую модель Путин не создал Это к сожалению Модель Которая начала Зарождаться В середине Во второй половине 90-х годов И в этом смысле Он ничего нового Не придумал Это было просто Движение по траектории В основе этого движения Лежит одна Очень простая вещь Люди Которые управляют Страной По термонологии Мартин Уоллс Это так называемые Кочевые бандиты Понимаете Их задача сегодня Все взять и убежать Так Этим они даже Отличаются от коммунистов Коммунисты были Так называемые Стационарные бандиты Им бежать было некуда Поэтому они прекрасно понимали Что надо хоть что-то Вкладывать Чтобы развиваться Иначе их питательная среда Откуда они питаются Она прекратится Здесь совершенно другая психология Поэтому Человек сидит и размышляет О том Какую я модель создал Но это невозможно По-моему А события последних полутора лет Доказывают Что им тоже уже бежать некуда Разве нет Вот Они только Вот что сейчас и происходит Они никогда этого не ожидали Потому что они считали Что мир живет в другой системе У них вообще в башке Сидит система мира Середины 20 века Что вот есть экономический интерес И они передавливают все И они столкнулись Совершенно Неожиданной для них ситуацией Когда у людей Извините Но помимо экономики Есть ценности Которые превалируют Над экономикой И вот сейчас Когда стали бить по рукам Подкровенно стали И будут дальше кстати бить Это тенденция Которую можно было легко предсказать Еще много лет назад Что рано или поздно Мир начнет разбираться С незаконно вывезенными капиталами По очень простой причине Если деньги попали Грязные в вашу страну То они обязательно там взорвут ситуацию Обязательно там начнут приносить Нехорошие плоды И вопрос просто в том Что я глубоко убежден Что спецслужбы Ну не всего мира Ведущие спецслужбы Прекрасно знают У кого и какие деньги Где лежат Вопрос просто в другом Что всю систему Сразу взорвать нельзя Это очень опасно Поэтому это будет происходить постепенно И вот сейчас Когда эта ситуация Стала вот так разворачиваться Извините Появилась вот та самая истерика Которую мы наблюдаем Она отсюда ее причина А вы считаете Что это истерика? Конечно истерика Безусловно это истерика Но вы не ответили все-таки на вопрос Почему вы отказываете президенту Путину Ну мы не отказываем Просто не он Он в мой взгляд Просто вот еще Человек с представлением О мире О экономике Середины 20 века Не способен Никакую новую модель Сконструировать Кстати возвращаясь Я вспомнил Горти муж Гайдар В свое время Мне сказал Одну гениальную фразу Это было В начале 20 века Пока высокие Чем выше цены на нефть Тем нижайки у правительства Это закон Гайдара Я его всегда говорю Он работает безотказно Он работает безотказно Поэтому когда у вас 8 лет Можно было ничего не делать И жаровать Что называется Никто ничего и не делал Можно только сказать Ура какой прекрасный 2016 год Вы знаете Я вам привяжу другой пример Такая же история была В Советском Союзе Когда в 60 Когда там Экономика начала разваливаться Она начала разваливаться Не в 70-80-е годы А в 60-е Тогда Алексей Николаевич Косыгин Помните Косыгинские реформы Почему они не получились Извините Нашли нефть В Тюмени Еще Определенное количество лет Все сидели Ни хрена не делали Чем это кончилось Но есть еще версия того Что ревность Брежнева Нет Я думаю Что это не ревность Понимаете Там конечно Были другая система Замоотношения Но то что там Еще раз говорю Это были кочевые бандиты Они в общем-то Понимали Что если у них рухнет Экономическая система То она их Кстати тоже погубит Поэтому они пытались И ее как-то реанимировали Поэтому Алексей Николаевич Косыгин Не случайно предлагал Эти реформы Другой вопрос Какие они были Мы сейчас нет Во всяком случае Он понимал Что систему надо реформировать А тут понимаешь Манна небесная Нефть и минюль Вопрос в том Что систему действительно Надо реформировать В 2015 А он уже как-то назрел Да не Понимаете Это он для нас с вами назрел Это он назрел Для нас с вами Потому что Мы понимаем А для них он не назрел Им все равно У них сейчас происходит Совершенно другая проблема Тоже кстати известная Ну Юрий Николаевич Подождите Вот что значит все равно Мы если говорим о том Что система может рухнуть Они этого не понимают Так вот эти вот Завалы-то На их головы посыпятся А они думают Что они С этих завалов и бегут Вот в чем проблема Так некуда им бегать Что же это за люди Они такие Временщики Классические временщики Классические просто временщики Вы имеете ввиду бюрократию Как в погонах Так и без того Безусловно Ну на самом деле Если говорить серьезно Я этим вопросом давно занимаюсь Вот кто управляет страной И управляет последующие Наследники советской номенклатуры Более того А это люди С определенной психологией С определенной системой Принятия управленческих решений И так далее И так далее Этот слой Трансформироваться Не может сам по себе Это бесполезное занятие Вот это надо четко понимать Но получается какая-то безнадега Безнадега Я вам сразу скажу Что я вас поселить не буду А на что вы тогда рассчитываете Я уже ни на что не рассчитываю Откровенно говоря Я ни на что не рассчитываю Ну вы понимаете Понимаю Возможные тектонические изменения Понимаю Они же заденут каждого из нас Меня, вас, Марии, всех К сожалению, да К сожалению, да Еще лет где-то Когда первый раз Эта идея Когда я до нее додумался Это был, я вам скажу Это был, наверное, 2005 год Десять лет назад Вот тогда была надежда Что появится какая-то Сила, которая Это сползание Политическое сползание Прежде всего Сможет остановить Сегодня нет у меня Такой надежды Нету такой силы Потому что темпы Развала Опереждают темпы Зарождения Новой политической конструкции К сожалению Вот смотрите Анатолий Пишет на смс-портал Господа, вы можете звонить Писать все коммуникации Серебряного дождя К вашим услугам 730-101 Телефон И плюс 7903-797-633 Наш смс-портал Анатолий пишет А кто, кто может Заменить Путина сейчас Или в ближайшем будущем Назовите хоть одного Интересно Американца Сотечественников же Вы точно не назовете Ну, я не понял Подходы во второй части Нет, я все понял Это любимая тезис Что Путин незаменим Вот это же любимая тезис Американца я только не понял А это провокация такая Легкая провокация Ну, хорошо На провокацию можно не отвечать И ее не замечать Но мы же не можем с вами Занимаясь политическим анализом Не замечать, допустим Рейтинга 89% Значит, ой Вот давайте вот Про все эти рейтинги Вот полный хреновин Я вам приведу Один простой пример Причем его можно Проследить совершенно спокойно Без моей помощи То есть в социологии Ну, во-первых Это формирующая социология Это формирующая Второе И формирующие вопросы Конечно Да И второе Там мы уже социологов Несколько раз за уши Так сказать, ловили Они говорят, что там В этом 80%, 10-15% Это свойство вот таких Обществ, когда люди Не говорят правду Я думаю, что там Не 10-15%, а больше И самое главное Вот смотрите Вопросы То есть наши с вами Соотечественники лгут Конечно Безусловно Безусловно Но есть еще одна Очень любопытная цифра Вот когда вы задаете вопрос Поддерживаете вы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Формирующий вопрос Там зашкаливает за 80% У них есть второй вопрос А доверяете ли вы Президенту Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Там на 10-15% На самом деле Наверное, на 20% падает Но есть третий Очень забавный вопрос А назовите-ка нам, друзья 6-5 политиков Которым вы доверяете Вот я смотрел Последние данные Ну максимум 60% Причем я знаю Как это делается Ну хорошо Ну 60% это тоже Очень большой процент Теперь отвечаю на вопрос Как это делается Значит вот когда нам Начинают рассказывать Про социологические опросы Вы себе представляете Что походят к людям На улице спрашивают Ничего подобного На самом деле Это опросы в фокус-группах Причем это приблизительно Те же люди Для того, чтобы выдержать Вот это все Параметры социологические Возрастом И так далее И так далее А теперь ситуация Очень простая У вас сидит там Группа товарищей И их спрашивают А назовите нам Пять политиков Которым мы доверяем Половина среди этих людей Вообще не понимает Что их спрашивают Они задумывают Тут бы найти Пяти политиков Да Они задумывают Сами говорят Ну как же Ну вот у нас есть там Руководители страны И так далее И так далее И вы получаете Соответствующий ответ А кстати Вот у нас же есть Уникальная возможность Господа Я прошу прощения Только закончу Но есть одна вещь Которая реально Они вот в этих-то Социологиях Отвечают на вопрос Это голосование На выборах Так я вам скажу Что господин Путин И на одних выборах За 16 лет Не получал Больше 50 процентов 45-48 процентов От общего числа От общего числа Избирателей Это 5 игры в сыр Все точно Больше всех получал Кстати Дмитрий Анатольевич Медведев Около 49 процентов Ты хотел спросить Каким политикам Доверяет наша аудитория Напишите пожалуйста Плюс 7903 7976 333 Я вот единственное Прошу Именно на этот вопрос Отвечать посредством СМС портала Чтобы мы могли Отследить И если У вас есть возможность Ну небольшое обоснование Почему именно Эти фамилии Эти имена Возникают в вашей голове А многоканальный телефон 730-101 Код Москвы 495 Мы будем использовать Исключительно Для интерактивного общения Вы можете задавать Свои вопросы Нашему сегодняшнему гостю С которым мы подводим Политические итоги 2015 года Юлию Несневичу Профессору Высшей школы экономики Прервемся на пару минут Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пронько В эфире Большой ежедневник Юрия Пронько 9 часов 36 минут Здесь в студии Прямой эфир Политические итоги Уходящего 2015 года Мы проводим Вместе с Профессором Высшей школы экономики Юлием Несневичем Господа Хочу ваши звонки Вопросы Комментарии Мнения Реплики Юлия Несневича Очень несколько Таких серьезных Позиций Уже высказал 731 Код Москвы 495 А на СМС Портал Вы присылаете Свои варианты Собственно Ответ на вопрос Кому из нынешних Российских политиков Вы доверяете Мария внимательно следит Плюс 7903 797 6333 Хотелось бы конечно Конкретные фамилии Хотя есть и такие Формулировки Только низшим чинам Екатеринбургской администрации Потому что она еще Не дорвалась До больших денег Хорошая шутка Неплохо Мы ее Заценили Екатеринбургской администрации Ну собственно Юлия Несневича Сказал что Номенкулатура Средняя Бывшее среднее звено В общем то Захватила И Поставила под контроль Но Я хочу Оттолкнуться Сейчас от реплики От Артема Из Кемерова Который написал Доверяю Сталину И Андропову Жалко их уже нет Вы же понимаете О чем я хочу спросить Сейчас Фактически Произошла Вообще страшная Сейчас вещь Скажу Реабилитация Сталинизма В какой-то степени Да Наряду с тем Что у нас На четвертом Самоотечном переулке Появился на фронтоне Варлам Шаламов И его отрывок Из колымских рассказов Наряду с тем Что проходит Акция Последний адрес Возвращение имен Более того Власть приняла решение Построить Большой мемориальный Комплекс Памяти жертв Политических Репрессий Да Вот Юлия Анатольевич У меня В голове Это все не укладывается С одной стороны Я вижу Жажду Людей Я не буду сейчас Давать оценку Образованности Потому что это Все-таки Индивидуальный Личностный вопрос Вот Но тем не менее Я вижу Эту некую Ностальгию По-другому Можно это Как-то обозначить С одной С другой стороны Власть Которая Крутит Гайки И тут же Принимает решение О строительстве Мемориального Комплекса Что происходит Понимаете В чем дело Что за дуализм Вот дуализм Проблема Здесь заключается В том Что до конца Сталинизм Не был осужден И вот в этом Проблема И трагедия Потому что Вокруг этого явления Существует Колоссальное количество Мифов Которые не были Развенчаны Понимаете Вот простой пример Почему там упоминают Сталина и Андропа Я вам отвечу Потому что Есть такой миф Что при Сталине Не было коррупции А сегодня Она правила Это неправда Я приведу Конкретный пример 48-й год Доклад Генерального прокурора Советского Союза Перед Политбюро Ну текст сейчас Дословно не приведу Но идея заключалась в том Что вся советская судебная Источники доступны Вполне Вся советская судебная система Начиная с Верховного суда Коррумпирована И прогнила 48-й год Генеральный прокурор Генеральный прокурор Советского Союза Поэтому Вот это мифология Андропов Якобы он боролся Да ни с чем он не боролся На самом деле Это мы все прекрасно помнят Как ловили людей в бане Или в кино В рабочее время Вот в чем была борьба А вся система привилегий Которая на самом деле Была формой коррупции Понимаете Просто деньги в Советском Союзе Не играли такой роли Это возмещалось Немножко через другие Механизмы Но это была Та же самая форма коррупции Но вам тут же ответят Юрий Анатольевич Ну а то что творят Эти сейчас Это же не сопоставимо Это зря Зря мне так ответят Это сопоставимо Конечно сопоставимо Вот сколько людей Ну давайте просто цифры попытаемся Тут вопрос немножко в цифрах Значит вот советская Вот это как писал еще Васленский Такой человек Который первый Обозначил феномен номенклатуры Значит Номенклатурщики с чадами и домочадцами Составляли 3 миллиона человек Это в Советском Союзе При там почти 200-250 миллионах населения Сегодня у нас население почти в два раза меньше Там 145 миллионов Зато у нас количество чиновников резко возросло То есть если мы даже возьмем чисто Приблизительные цифры Где-то порядка миллиона человек Умножить на 3 будет 4,5 Больше их стало Это правда Но воруют точно так же Формы другие Формы более нам понятны Потому что когда вскрылся этот гнайник Деньги стали играть Мы все забыли Вот только вдумайтесь Что все спецсанатории Спецраспределители Дачи и квартиры Это та же самая форма материальной коррупции Там была одна особенность принципиальная Там нельзя было передавать по наследству Но там по наследству передавались должности в номенклатуре Сегодня по наследству передаются деньги Это более видно Вот откуда эта история Ну опять же Никуда не делись и дачи И квартиры Ну да, чуть-чуть помягче Потому что сейчас как бы Люди обладающие большими деньгами Государственная дача По сравнению с их дворцами Это такой, знаете, множник Извините за грубость Я в этом году в Екатеринбурге Побывал во вновь открытом Ельцин-центре Вообще трепетное такое учреждение Оно пафосное Такая большая платформа Там не только музей первого президента И семь залов Семь залов Заканчивается экспозиция кабинетом президента Ну стилизованным Вы знаете, Юрий Анатольевич Я себя ловил на мысли Я же был пацаном Только поступившим в университет 91-й год То есть вот как раз Все это происходило на моих глазах В Новосибирске В 95-м В 96-м я закончил И вы знаете Проходя по залам Я себя ловил на мысли Первое Это наша история Это дорогая наша история Кровавая наша история И 91-й и 93-й год С другой стороны Я ловил себя на мысли Что это был президент Противоречивый Совершивший много ошибок Но пытавшийся перезапустить Назовите как угодно Пытавшийся реанимировать Страну Которая называется Россия Не получилось Заканчивается эта экспозиция Тем, что Борис Николаевич уходит И собственно Владимир Владимирович Заходит в президентский кабинет Я честно вам скажу Я с Татьяной Борисовной Юмашевой разговаривал И вот этот журналистский интерес С одной стороны С другой стороны Гражданский интерес Я ее спросил Татьяна Борисовна Борис Николаевич Хоть раз сожалел О своем выборе Тот вопрос Который ей наверное Задавался уже Там я миллион раз Который мы сами себе задаем Она мне сказала Да Я думаю что да Я вам объясню в чем дело Борис Николаевич Вот как бы к нему не относиться Я пытаюсь сказать Там куча ошибок была Но этот человек Это во-первых А был действительно В отличие от нынешнего президента Это президент Который принимал решения Сам И вот я точно знаю Что навязать решение То есть если решил все Даже если это было неправильное решение Вот навязать это решение Очень Изменить это решение Очень сложно Поэтому есть целая То есть история Про того же кстати Чубайса Который приходил к Ельцину Его переубеждал Потому что надо было Переубедить самого президента С другой стороны Это человек который Так как он понимал Но он действительно Хотел перезапустить Страну Вот это Это абсолютная правда При всех то с этим Но к сожалению Сам Борис Николаевич Вот его наследство Это та же советская номенклатура Поэтому решение Которое он принял Вот последнее Самое На мой взгляд Это самое Тяжелое его наследие Это вот Операция преемник 2000 года Оно было в логике Которая ему была свойственна Еще советской логике Понимаете Найти кто Сохранит то что я сделал Вот была его логика И он Там же Если мы вспомним Там был долго Этот кастинг С преемников Более того Весь кастинг Шел из силовых ведомств Ну это чисто советская Как бы была логика Я думаю Что как человек Отдающий себе отчет То есть я не поборол В себе это Нет Более того Я вам скажу На самом деле Вот эта история Ну если мы Начало 90-х годов Точно понимаем Как революционные события То в революции Есть одна Очень важная особенность Там меняются институты Меняются правовые поля Но там должен уйти Справящий социальный слой Он не ушел Он не ушел Есть данные Социологов На 2000-й год В высшем руководстве Страны 77% Выходцев Из советской Партийной Хозяйственной Минклатуры И началось Это знаете С какого момента Виктор Степанович Черномырцы 92-й год Он меняет Потому что А кто же будет Вот любимый тезис А кто же Вот как нам А кто же будет Управлять страной У нас других Управленцев нет Но в этой логике Есть одна серьезная ошибка Это люди управляют В той системе Которой они Привыкли А это коррумпированная Советская система Любопытная история Что ведь поколения Уходят Ну исключительно По взрослому принципу А система В том-то и дело Что система Регенерируется У меня называется Даже работа Которая называется Регенерация Номенклатуры Как правящего Социального слоя Это происходит Регенерация То есть это Передается Вот эта система То есть тем Кому сейчас 30 Там ничего не поменялось Во власти Нет 35 окей Нет Ну нет Единственное там нет Там есть отличие Есть отличие Что во-первых Денежная составляющая Играет более существенно Или вторая составляющая Что я бы сказал Они все смотрят На запад Они хотят Деньги получать Здесь А жить как на западе И жить кстати на западе У них практически Всех дети Учатся за рубежом Потому что Это плацдармы Которые там создаются Вот это поменялось Что на ваш взгляд Вопрос Абсолютно прикладной Может нам Позволить Выйти из этой ситуации Что значит выйти Юра Она не может бесконечно продолжаться Она грохнется Эта ситуация грохнется Система идет в разнос Да Система идет в разнос Но она плавно Уже из нее не выйти Вот боюсь Что плавно из нее не выйти Вот нету этого Вы отдаете отчет Да Я отдаю О чем я говорю Я об этом думаю А что такое жесткий выход Это распад страны Это путь Советского Союза Вот мы идем По траектории Советского Союза На самом деле Я вам приведу простой пример Вот никто Мало кто обратил на это внимание Но скажем По переписи населения 2010 года В любимом В Амидасе Западной Сибири Вот в Иркутской области 10% людей Знаете какую себе Назвали национальность Сибиряк Понимаете А до этого В самом Иркутске Был опрос Местных социологов 30% Назвали себя Юлий Я бы вас возразила Потому что Американцы тоже В общем то Себя называют Я из того штата А потом Я объясню в чем дело Это тенденция Более того Те же итальянцы Не не все правильно В самую последнюю очередь Назовут себя итальянцы Из Баварии Вот смотрите Вы абсолютно правы Это такая тенденция Есть объяснение Человек вот в этом Глобализующемся мире Он пытается прислониться К тому что у нас Называется малая родина Это абсолютно правильно Это по всему миру происходит Локализация Самоидентификация На локальном уровне Но для России Которая не пережила Это Вот такая локализация Говорит о том Что Москва Нафиг не нужна Вот в чем проблема Понимаете И буквально Если вы поговорите За Уральскими горами Наверное Юра лучше меня знает Там очень специфическое Отношение к Москве Очень специфическое Да Я не буду употреблять Я даже молчу сейчас Про национальные регионы Там еще Специфичность Я не про национальные Я говорю именно Про эти сибирские регионы Эти удаленные регионы Вот сегодня у вас по-моему В передаче звучало Что только 30% Там была в Москве Да я думаю Приблизительно такая сумма Я думаю что больше Я думаю что больше Меня поражает Когда люди говорят Что они не были в Петербурге А Мария сказала Что даже в Москве Но вы так сказать Все в культурных Я предполагаю Что от бедности Не были в Москве Не кажется вам И это тоже играет роль Безусловно Это играет роль Тут вот кстати Мне на днях Рассказали Совершенно потрясающую историю Стали заниматься анализом Куда поступают люди То есть За Уралом То оказалось Что в Москву Поступает больше всего Людей С Дальнего Востока Когда стали разбираться В чем дело Выяснилось Это сыграло роль Субсидии на авиабилеты Понимаете Потому что студент А конечно Потому что там 11-14 тысяч Вы с Дальнего Востока Через субсидии Летите А студентам Надо возвращаться Домой На канику А в других местах Это 25-28 Те же выходцы Из Якутии Из северных регионов Они учатся В Иркутске В Новосибирске Вот это научный центр Понимаете Мы вот с вами Рассуждаем В высоких материях А людьми Это движет Очень простые Как бы идеи Простые идеи Я хочу Дмитрия Из Пятигорска Зачитать Доверяем работе Навального Яшина Других народных Российских политиков Почти не видно Хотя появляются уже Рабочие группы Например с Борисом Акуниным За отмену дурацких законов Ну как вариант Будущее Вот это вот Интересный комментарий Бываш Будущее Не за отдельными политиками А за гражданскими платформами Но я все-таки Добавлю к этому вопросу Видите ли вы В вышеназванных фигурах Реальную альтернативу Абсолютно нет Потому что Ну во-первых Я что очень хорошо знаю Он у меня был аспирантом Так на секундочку Да С Навальным Более сложные взаимоотношения Но Навальный Это плоть от плоти То есть система Которая существует Почему? А я вам расскажу Два примера Пример первый История с знаменитым судом Покрив лесу Когда прокуратура Сначала требует Восемь лет А на следующий день Требует Как бы Условного срока Такого в нашей судебной системе Просто так не бывает Ну Мария вам скажет А чайки? Чайки это друг Чайки защищают Чайки защищают Сознательно А это была игра Вполне четко А второй Я вам приведу Простой пример Последняя история С теми же чайками Значит Можно получить Открытую информацию Которую Но он получил Не только открытую информацию Он получил информацию О транзакциях Такую информацию Никто просто так Получить не может Кроме регуляторов И специальных служб Да Мы это не уточняем Понятно откуда И это известный прием Обратите внимание Что все его разоблачения Совпадают С очень любопытными моментами И прошу бы И так далее И так далее То есть этому человеку Я не верю Не нагрошу А я могу сказать Окей Пусть они совпали Ничего страшного Пусть они совпали Да Так нет Мы с вами говорим О разных вещах То что это происходит Это следствие Одной очень серьезной проблемы Которой мы говорим Там когда у вас сжимается Вот этот экономический пирог Борьба клановая Очень усиливается И в данном случае Навальный очень классно Используется в этом противостоянии Поэтому Для нас слава богу Но здесь такой вопрос Но он не будет управлять Страной по другому Он будет точно так же Управлять страной Вот что проблема Если он добежит Да Если ему дано добежит Но буквально 20 секунд Там была очень вторая Важная составляющая Что время не политиков А системного подхода Абсолютно Вот это абсолютно Давайте об этом Как раз после рекламы поговорим У нас Юлий Несневич Научный руководитель Проектной учебной лаборатории Антикоррупционной политики Высшей школы экономики В эфире Большой ежедневник Юрия Пронько 9 часов 55 минут Политические итоги 2015 года Подводим с профессором Вашей школы экономики Юлием Несневичем У нас огромное количество Ваших реплик Комментариев По политикам Кого называют Маринка? Ну все-таки Навального Ну у вас Скажем так У вас довольно специфическая аудитория Давайте признаем Да? Потому что Навального Известность его Навального Если мне память не изменяет По России где-то всего 30% Забыла сказать Есть еще Касьянова Встречается Кудрин Ирина Прохорова Михаил Прохоров И один раз Михаил Хаберковский Это специфика вашей аудитории Это понятно И в общем-то Полнее понятно Подождите Лавров Лавров любопытен Лавров любопытен Это уже неожиданно Для Серебряного дождя О том, что это человек На своем месте Вот насчет Лаврова У меня есть Так сказать Теория Он Понимаете У нас теперь Внешней политикой занимается Президент Если вы обратите внимание Президент Он все нам А Лавров у нас Почему-то занимается внутренним Потому что все, что говорит Лавров Рассчитан на внутреннее потребление Но вот От этих фамилий Я хочу оттолкнуться К очень серьезной теме Которую нам предстоит пережить В 2016 году Я имею в виду Парламентские выборы К ним можно по-разному относиться Но тем не менее Они состоятся в сентябре И я вот смотрю Наблюдаю за процессом Попытки Сформировать некую Условно говоря Демократическую коалицию Есть коалиция С Михаилом Касьяновым На мой взгляд При всем уважении Шансов никаких Попытка Перезапустить Яблоко У меня очень жесткая Также позиция Шансов нет РПР Парнас Шансов нет Ничего Получается С условно говоря Либерального Запятая Демократического Фланга Ничего Нет При этом Так называемые Системные партии Судя по всему Вновь окажутся В российском парламенте И вот это Шоу на охотном ряду Продолжится Или я ошибаюсь Абсолютно правильно У меня тут недавно Была дискуссия С господином Костиным Если вы знаете Кто это такой Это бывший начальник Управления внутренней политики Перевозглавляет Замечательный фонд Поддержки Гражданского общества Технолог такой Вот они мне Все время Тоже докажут Что у нас выборы Конкуренции Ребята Вы что Кому рассказываете Про выборы Про конкуренцию Нет Уже все поле Выжжено У нас там 80 с лишним партий 14 из них Могут выдвигаться Без сбора подписей Только там партии нету Понимаете Возвращаясь Кстати вопрос На который мы не ответили Гражданская платформа Я абсолютно уверен Но это во всем мире Кстати происходит Старые конструкции Политических партий Уже теряют смысл Идея будет такая Будут опираться На гражданские образования И гражданские образования Будут себе выбирать Политическую команду Вот будет схема По которой По этой схеме Пойдет весь мир Понимаете Поэтому здесь мы Не оригинальны Это Ну вот хоть какой-то Оптимизм мы с вами нашли Ну у нас к сожалению Не видно вот этих команд У нас этих команд Не видно Потому что все Что вы называете Это извините Вчерашний день Это А может быть даже Уже и позавчерашний день Как угодно Называйте Более того Это плоть от плоти Система Вот мы можем Повторить к сожалению Вот то что я больше всего Боюсь Вот в чем Чтобы мы не повторили Опять ту же траекторию Как в девяносто первом году Вот Вот для меня Вот когда Произойдет Какой-то катаклизм А он произойдет Дай бог Чтобы он не был Совсем ужасный Дай бог Вот я Но после этого Чтобы мы не повторили Эту ситуацию Вот в чем беда Вот в это Мне кажется Сегодня люди Которые как бы Вот видят У них есть одна задача Я всем формулирую Ребята Давайте формулировать А чего надо будет делать Чтобы были программы действия Возвращаемся в девяносто первый год Почему появился Гайдар и его команда Потому что это были Единственные люди У которых была какая-то Как бы к ней не относиться Была какая-то программа Причем она была Начала разрабатываться В середине 80-х годов Если кто не знает Были три группы экономистов Которые всю эту программу разрабатывали А больше ничего не было Ну еще в конце 90-х Появились юристы Разработали концепцию судебной реформы Вот если мы опять придем С таким же багажом То мы повторим Ту же траектору Когда вы Тут буквально несколько секунд Когда вы говорите мы Вы кого имеете ввиду? У всех людей Которые заботятся о том Чтобы как бы вот Страна жила и существовала И развивалась Это за каждым Это ответственность каждого Кто способен вот такие идеи Порождать сегодня Юрий Анатольевич Спасибо огромное С наступающим Юрий Анатольевич Профессор высшей школы экономики Политические итоги 2015 года Не очень радостные Но все-таки В конце мы обозначили Ту траекторию Которую возможно Ну по крайней мере Самортизирует Тот негатив Который скопился В нашей стране Который скопился Тот негатив